Хотели поправить материальное положение, теперь отбиваемся от коллекторов. С такими словами в редакцию программы обратились амичи, пострадавшие от действий Валентины Чугуевской. Женщина, которая продавала на улице сало, каким-то чудесным способом убедила людей взять кредиты. 20% от суммы вернула сразу, пообещала, что будет оплачивать ежемесячные взносы. Около года так и было. Люди брали кредиты еще и еще. Когда лимит доверия достиг максимума, Чугуевская исчезла. Вместе с деньгами, а речь о нескольких миллионах рублей. Амичи остались с неоплаченными кредитами. Обычные люди пенсионного или предпенсионного возраста. Портрет типичного клиента Валентины Чугуевской. Ей эти люди несли деньги. Суммы немалые. От 60 тысяч рублей. Людмила Чукова взяла в банках несколько займов на 1 миллион 300 тысяч рублей. Теперь женщина ежедневно выслушивает угрозы коллекторов. Долг идет. Звонки идут. И в розыск вас подадим. И туда, и сюда. Я не плачу. С чего? Я за квартиру только смогу отдать. И месяц работать. У меня ноги, руки болят. Я не могу уже работать. Условия, которые предложила Чугуевская, иначе как заманчивыми не назовешь. Вера Франтина давно знала предприимчивую продавщицу САО. Говорит, Чугуевская попросила ее взять кредит. Полмиллиона рублей. Деньги Чугуевская забрала себе. 20% от суммы отдала Франтины. Банковский долг обещала ежемесячно погашать. Она платила мне где-то полтора года. Вот в прошлом году, в ноябре, она перестала платить. Вот тогда мы и уже пошли везде во все инстанции трубить. Везде отказ, везде отказ. Нет состава преступления. Нет состава, говорю, господи, людей из других городов сюда привозят, кто аферистов. Но нашу эту аферистку, тварь конченая, не могу прямо. Убила бы. Полиции действительно отказались возбуждать уголовное дело. Сотрудники ОМВД провели доследственную проверку и пришли к выводу, что состава преступления нет. Деньги Чугуевской люди отдавали добровольно. Для старта расследования расписок с обещаниями продавца САЛа гасить долг недостаточно. По данным фактам ОМВД России по городу Омску, по делу по делу номер 8, было зарегистрировано 5 обращений. По каждому была проведена соответствующая проверка, рассмотрены все предъявленные документы. И были вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. В связи с тем, что правоотношения, возникшие в данном случае между взаимодателем и взаимодавцем, относятся к сфере гражданских. И всем гражданам, кто обращался в полицию, разъяснили их право обратиться в суд. И, прежде всего, рекомендовали обратиться в суд с гражданским иском. Я не понимаю, как мне застава этого преступления. Я как под гипнозом шла туда. Просто под гипнозом, понимаете? Что, вот, всю жизнь, 58 лет, я всю жизнь скалывала, 17 лет. Адвокат Евгений Плахин советует обманутым людям обращаться с гражданским иском в суд. Доверитель правозащитника Владимир Лубнин тоже отдал Чугуевской почти 400 тысяч рублей. Евгений Плахин убежден, Чугуевскую можно привлечь к ответственности. Административной. По статье «Неосновательное обогащение Гражданского кодекса Российской Федерации». То есть она получила деньги, банковские деньги, получила деньги, которые должны были находиться в собственности моего доверителя. Распорядилась ими по своему усмотрению. И тем самым нанесла убытки моему доверителю. В результате, вот, пожилой человек, пенсионер, на сегодняшний день вынужден, значит, практически всю свою пенсию использовать именно для погашения долга. Суд постановил взыскать Чугуевской деньги. Однако Владимир Лубнин ничего не получил. Судебные приставы не могут найти должницу. Мы попытались связаться с Чугуевской по телефону, который она оставила Лубнину для связи. Абонент недоступен. Не могут разыскать продавца САО, кредитную аферистку и обманутые омичи. К ней выловили все ее. Она поклялась, что я буду детьми поклялась, что я буду выплачивать. Ведь вот когда мы ее поймаем, тогда мы возбудим это дело. В общем, самостоятельный розыск Чугуевской и ее обманутые клиенты продолжают. По словам мещей, продавец САО теперь орудует в районах Омской области. Однако официальных данных о новых людях, которые клюнули на удочку Чугуевской, пока нет. В заключение добавим, перед тем, как отдать кому-либо деньги, к тому же взятые вами в кредит, вспомните изречение Маргарет Тэтчер. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Мы будем следить за развитием этой истории. Если у вас есть проблемы, звоните в редакцию. Телефон 308 058. Попробуем разобраться вместе.